Здравствуйте, с вами Эвелина Уан и Вара 09. Здравствуйте. И сегодня нам... Ой, Кузнецов наконец-то сжалился надо мной и дал мне позицию. Это очень известная этюд, ритти, я его знаю. Я так думаю, что знаю 21 года, 25 января. Давайте посмотрим. Ход за белых. И здесь такая, если сказать, перчиночка есть, да? Математика. Математика. Кто любит математику, поднимите руку, я! Давайте сыграем... Денежную математику, да? Денежная математика, совершенно верно. Вот, например, Аро 09, ну, любят трейдерские всякие вещи, и они тоже требуют математику и требуют очень сосредоточенности. Как и, кстати, в этом и тюде тоже. Начнем? Давайте. Король G7. Ну, ты знаешь уже тому, что нужно сделать, да? Я знаю, что нужно сделать. Давайте попробуем так. Так, что он играет H4. Тогда мы играем король E6. Ну, что он играет? Ой, извините, я же переживаю. Я же переживаю. Ну, что он будет играть? Если он играет H3, давайте вот посмотрим. Он играет H3. Что же мы делаем тогда? Вот мы сейчас смотрим как раз основной мотиватор этого этюда, побочное решение, которое приводит, ну, приводи дальше. Да, вот, а он играет H3. Мы играем. Ну, мы не успеваем уже за этой пешкой. Да, мы понимаем, что мы уже не успеваем, но успеваем... Успеваем к своей пешке. Да, то есть мы успеваем так сыграть. Давайте H2. Мы играем вот здесь вот C7. Он делает ферзя. Да. Вот ферзя. Ну, мы ставим ферзя с шахом тоже. Ну, мы понимаем, что это может быть... Вот здесь ферзь и всё. И как это, два титана, чёрный и белый, стоят напротив друг друга. Вот мы видим, да, пожалуйста. Ну, а теперь покажи... Давайте о серьёзном поговорим. О серьёзном. Сам этюд. Как всё-таки будут стараться съесть пешку чёрную? Ну, король... Давайте король B6 сыграем. Король B6. Мы понимаем, что здесь всё в притирочку идёт. Вот, и король играет на F6. Ну, вот сейчас король белых уже угрожает G5 сыграть. Да, угрожает просто G5. Поэтому H4 надо играть. H4 надо играть. И вот как вы думаете, какой здесь ход сделать? А я вам скажу. Будьте благоразумны и не думайте о мирском. Надо играть король E5. Мы здесь сели в прямом смысле на два стула одной ягодичной мышцы. Потому что мы успеваем и сюда в случае чего, и мы успеваем вот эту пешку остановить. А давайте посмотрим, как это будет. Вот H3. H3. Сейчас ты будешь опять побочное решение смотреть. Ну, ладно, хорошо. То, как превращаются ферзи. Давайте не будем смотреть тогда. H3. Съедаем пешку. Съедаем пешку. Ну, и король... Король F4. Пешка, пожалуйста, сюда. Ну, и король G3. И все, мы понимаем, что это ничья. Спасибо, что были с нами. И это был ритти. Замечательный. Это жемчужина среди этюдов. И это, я считаю, классика. Вот так вот. Спасибо Кузнецову Анатолию, что дает нам такие прекрасные подарки. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok